Никто не заберет нашу пристрасть. Мы вернемся на тригуны в фритных местах. Фавбет. Поддержим украинский футбол. Путин какие-то срочные совещания собирает. Оценки этого всего происходящего различны. Не колеблются от слов, что это просто уже катастрофа для российской экономики. Другие в оценках более реалистичны или пессимистичны. Сейчас и вас послушаем. Говорят, что, конечно, нет. Возможно, да, в долгосрочной перспективе это возымеет какой-то эффект падения рубля. Ну, а может его сейчас остановят и как-то еще протянут. Ну, очевидно одно, что не было бы войны, этого всего бы не происходило. А вот каковы последствия, Мухтар? Как мы можем сейчас оценивать вот такие колебания курса на территории Российской Федерации? И на что они вообще, в принципе, могут повлиять? И сколько времени на это надо? Если сначала, чтобы было понятно, я скажу коротко. Колебания рубля никак не помогут Украине. Это нужно просто быть реалистичными. Я видел очень много в пабликах различных YouTube-каналов радостные, торжествующие, такие победные возгласы, что все, все попало, Россия конец. Это не так. Я хочу еще раз сказать, что очень важно врага знать в лицо и все его слабые места. Это не тот самый случай. Я сейчас аргументирую. Ну, во-первых, я хочу сейчас сразу сообщить итоги. Вот два дня была такая шумиха, что российский рубль падает. Понадобилось буквально один день. Если курс рубля за доллар был более 100 рублей за доллар, то в течение буквально двух дней курс откатился сейчас 93. Я думаю, что день-два мы увидим, что он откатится еще ниже, то есть рубль укрепится. Это просто подтвердит то, что я сейчас озвучу. И здесь очень важно брать мнение у экспертов. Их достаточно в самой Украине и не только в Украине, везде в мире. И в чем суть? Нужно просто понимать природу, почему тайная ценальная валюта укрепляется или наоборот ослабляется. Ну, во-первых, нужно понимать, что страна работает по национальной валюте. Если мы говорим сейчас о России, то это рубль. Это все расходы внутри страны осуществляются в рублях. Заработные платы, налоги и так далее. Есть предприятия-экспортеры. Это нефтяные компании, нефтегазовые компании, металлы, сырье и различные поставки удобрения, зерно и так далее. Они продают свою продукцию на Запад, получают твердую валюту, ну, к примеру, мы скажем, доллары США. Затем, что эти компании, эти доллары США продают внутри России на бирже, московской бирже. Для чего? Для того, чтобы получить рубли, платить заработную плату, налоги и так далее. И прибыль они могут оставлять в валюте. И ситуация такова, что когда валюты больше, чем ее хотят купить, тогда национальная валюта крепнет. Если валюты меньше, желающие купить больше, то есть спрос больше на эту валюту, то национальная валюта ослабляется. Я приведу пример просто на буханках хлеба. Допустим, у вас есть 100 буханных хлеба, ну, то есть 100 покупателей потенциально. А если у вас покупатели тысячи, то цена буханки взлетает там десятикратно. То есть спрос больше, чем предложение. Если же наоборот у вас покупателей, у вас 100 буханных хлеба, а покупателей, допустим, всего лишь 50, то ваш хлеб резко обесценивается. То есть здесь важен баланс спроса и предложений. Если покупателей больше, чем самого продукта, то цена растет. Если покупателей меньше, то цена падает. Давайте теперь в этой связи посмотрим, что происходит с российским рублем и с валютой. Если посмотреть, ну, даже один такой показатель, экспорт и импорт. Экспорт, сколько продали за доллары свою продукцию, импорт, это сколько ее купили затем на внутренней руке за рублей. Вот по прошлому году, если посмотреть первые полугодия, январь-июль 2022 года, то баланс составил так. У России был за январь-июль 204 миллиарда долларов. То есть у них избыток валюты был 204 миллиарда долларов. И к чему это привело? Это привело к тому, что рубль откатился. Был какой-то период, когда началась война паника. Рубль там стоил где-то на уровне доллара, точнее, на рубле около 100 рублей. Но после того, как реально цены на экспортное сырье выросли, плюс были введены ряд ограничений, запретили инвесторам выводить свою валюту, свои прибыли и так далее, на рынке сформировался избыток в размере 204 миллиарда долларов. Это привело к тому, что рубль резко укрепился, он стал стоить за 1 доллар, давали 50 рублей. То есть валюты стало так много, что ее цена резко упала. Теперь возьмем январь-июль этого года. Теперь, если мы говорим, что по прошлому году было 204 миллиарда, сейчас есть следующая цифра – 64 миллиарда долларов. То есть валюты стало в три раза меньше, но все равно разница составила 64 миллиарда плюсом. То есть валюты больше, чем ее хотели бы купить. Теперь возникает вопрос, а что же так случилось, что вдруг произошло обесценивание российской валюты краткосрочное, ушло за 100 более. Это было связано с тем, что в России восстановился параллельный импорт. То есть увеличился, точнее, восстановился импорт относительно прошлого года. Страны Центральной Азии, Турции и все прочие начали по разным схемам поставлять импорт в 2023 году в таком количестве, который фактически привел к восстановлению. В восстановлении импорта в прошлом году краткосрочно импорт упал из-за этих санкций, потому что искали механизмы, как обойти все эти ограничения. Теперь эти механизмы найдены, импорт восстановился, соответственно, спрос на валюту резко вырос. Но и по прошлому году для того, чтобы укрепить валюту, потому что паника началась, российская правительство, Центральный банк ввели требование, что всю валюту иностранную, которую поступает, не всю, а 80% иностранной валюты, которую поступает экспортер, они обязаны продать на московской бирже. Затем, когда валюты стало очень много, они решили такие ограничения снизить, сделали 50% выручки. Но валюты все равно было больше, чем ее покупатели. И тогда это требование вообще было отменено. Собственно, в итоге, с учетом того, что импорт начал восстанавливаться, неожиданно рубль начал резко слабеть. Ну и российское правительство быстро реагировало, Центральный банк. Ну, во-первых, они подняли учетную ставку, Центральный банк, до 12% в раз. Затем собрали всех экспортеров, нефтяников, металлургов, кто удобрение поставляет на международные рынки. И им просто вежливо сказали, давайте продавайте валюту. Мы не будем вносить те самые нормативные требования, чтобы вы продавали 80% выручки, как раньше, год назад. Просто, что называется, дали понять, что будет плохо, ребята, давайте всю валюту продавайте. И вот сегодня эти экспортеры, те, кто торгует удобрением и другими товарами, начали интенсивно продавать валюту. Ну, завтра вы увидите итоги. Только достаточно было провести такое совещание, и курс рубля резко укрепился. Поэтому мы можем не удивляться, что в ближайший день-два рубль будет стремительно укрепляться. Поэтому, уважаемые друзья, тут важно слушать мнения экспертов, их достаточно. Я слышал такие, когда радостные, ну, скажем, крики, что все пропало, конец России российскому рублю. Это очередная пропаганда, извините. Надо просто знать, что такое платежный баланс страны. Он в России сейчас в хорошем состоянии. Очень жаль, конечно. Но вот, если комментировать разные-разные оценки, Тимоти Эш, британский экономист, он говорит, что, как бы там ни было, но более слабый рубль, просто отражение основной проблемы, которая заключается в том, что ограничения цен на нефть и санкции работают. Ограничения цен на нефть, они работают частично. Но той самой цели, которая привела бы к раху российской экономики, эта цель не достигнута. Более того, сегодня вышли публикации, что даже ограничение 60 долларов за баррель, который установили на российскую нефть, она тоже не работает. Потому что российские торговцы нефтью, они, да, продают по 60 долларов, но затем договариваются с транспортными компаниями, со всеми другими компаниями, которые сопровождают сделку по нефти. Они там накручивают, ну, например, транспорт на расходы условно 40 долларов, они делают 60, а 20 долларов им возвращают. И вот в результате этой схемы выяснилось, что потолок цены на нефть, на российскую, не работает. Россия только на продаже своей нефти Индии выручила дополнительно 1 миллиард 200 миллионов долларов. Поэтому, опять же, надо смотреть реальным лицом. Санкции неэффективны, они не работают. И если не применить другие механизмы, каждые полгода, три месяца, год мы будем квалифицировать, что санкции не помогли. В России платежный баланс, чтобы мы все должны понимать, хороший. Дефицит бюджета заложен на уровне 2% от валового внутреннего продукта. Это рабочий дефицит. Для примера, Германия 4,25% дефицит бюджета, то есть в два раза больше, чем у России. У Франции 4,9%. Поэтому давайте, друзья, смотреть просто цифры. Не говорить, что там все врут, статистика не соответствует, что Россия приписывает. Есть разные оценки, есть различные институты, как Международный валютный фонд, Всемирный банк. Разные способы оценки, которые подтверждают. Идет рост экономики России. Это тревожный факт. Я все это озвучиваю для того, чтобы сказать, что все действия по применению санкций, они не работают. И необходимы другие механизмы. Мы о них постоянно говорим. К сожалению, пока нас не слышат. Сейчас мы детальнее еще поговорим о санкциях. Но об Индии мы опомянули. Понятно, да, нефть покупают, нефть уторгуют. А связаны ли как-то вот эти процессы с тем, что Индия, министр иностранных дел страны, выходит и говорит, ну, Украину мы не ждем на саммите группы 20, потому что это как бы не совсем та площадка. Это саммит о вопросах продовольства, удобрений. А вот не саммит о вопросах войны. Это как-то связано экономически и политически вот такие движения со стороны Нью-Дели? Смотрите, если анализировать, кто помогает России, что значит помогает? Это не значит, механически поставили дроны, пулеметы, автоматы или что-то еще. Самое главное, я эту мысль хочу повторить, самое главное – это экономика России. Если экономика России жизнеспособна, растет, то экономика России способна финансировать и войну. Теперь давайте посмотрим, что делает Индия. Индия вместе с Китаем помогает не прямо, не в военном смысле, если говорить об Индии. Китай потому что и в военном смысле помогает. 91% экспорта российской нефти в основном идет Китаю и Индии. То есть фактически они являются спонсорами. Собственно, любые заявления, которые вы сейчас воспринимаете и не очень дружественны в сторону Индии, это просто нужно достаточно посмотреть, а кто является покупателем российской нефти. Крупным, основным – это Индия и Китай. Вот она правда. И все эти заверения о том, что мы там поддерживаем суверенитет и так далее, нужно просто судить по делам. Индия сейчас, к сожалению, недружественна. До войны доля российской нефти в импорте была порядка 3% в Индии. И Индия, на самом деле, конечно же, больше демократическая страна, если ее квалифицировать. И основные ее торговые операции – это с западным миром, и с Европой, и с США. И есть механизмы работы именно конкретно с Индией, чтобы Индия не покупала российскую нефть. Вот в этом направлении нужно провести работу именно украинскому правительству в первую очередь, а затем воздействовать на своих партнеров, как США и так далее. Инструментов у них достаточно. Понятно. Да, и посла Украины в Индии тоже неплохо бы сегодня и с нашими экспертами тоже, кстати, об этом говорили. Мухтар, будем над этим работать. Китай мы упомянули. Извините, теперь я упомяну. Тут Ли Шанфу, министр обороны Китая, Куралесе, значит, и просторами Российской Федерации, и в частности Белоруссии. Так немало, с 14 по 19 число он представлен, его персона в этих двух странах-агрессорах. То есть речь может идти о том, что он там заключает и военные контрактики какие-то, как думаете? Ну, я не сомневаюсь, что Китай имеет массу различных договоренностей с Россией, и эти визиты, они просто, по сути дела, косвенно подтверждают это. И, ну, мы показываем гигантские объемы грузов гражданского, неважно, какого направления. Направленности, они через Казахстан гигантскими потоками идут именно из Китая. И многие из них неучтенные. Я уже говорил про зеленые коридоры, когда потоки грузов идут из Китая. И, к сожалению, я со многими различными экспертами разговариваю, и все еще присутствует иллюзия, что Китай, когда делает очередные какие-то заявления, признает суверенитет, говорит, что не в полной мере поддерживает Россию, что у нее есть особое мнение, такие эксперты дружно начинают говорить, что у Китая другая позиция. Нет, нужно смотреть по делам. Китай – союзник России. И это, возможно, даже будет масштабироваться, несмотря на то, что раньше мы говорили, например, вот будут более масштабные провалы на фронте у Российской Федерации, Китай посмотрит и подумает, ну уже такая слабая, не будем поддерживать. Но так видим, что какие бы там ни были провалы, тем не менее, ездят, говорят и продолжают поддерживать. Я скажу другое. Если провалы у российской армии будут в Украине реально происходить и усиливаться, то, соответственно, помощь Китая тоже будет усиливаться. Потому что Китаю невыгодно поражение России, потому что Россия противник Запада, собственно, как, собственно, сам и Китай. И поэтому ожидать, что, наоборот, она отойдет в сторону – это ошибочная точка зрения. Более того, я считаю, что, наоборот, будет усиленно помогать и используя разные механизмы. Через Северную Корею, раз, через Казахстан, то есть третьих будет массировано покупать газ, нефть. Сейчас различные маршруты уже начали работать, резервные. Ну, например, из Казахстана труба есть, объем пропускной ее 20 миллионов тонн сейчас поставляет. 10 миллионов могут спокойно поставить 20 миллионов. По газу есть свободные мощности. газ из Туркмении, Узбекистана, через территорию Казахстана, в Китае. Там резервные мощности 15 миллиардов кубов газа. С октября месяца начинаются поставки, и будут как раз, мы увидим эти объемы, которые будут проникать в Китай. То есть это Китай будет крупнейший помощник, экономический, в первую очередь, помощник, который финансирует, покупает нефть, газ и другие товары, и таким образом обеспечивает жизнеспособность российской экономики, которая, в свою очередь, позволяет ее финансировать войну в Украине. Росатом приобрел буденовское месторождение урана в Казахстане и вышел на второе место по запасам этого стратегического металла в мире. А тут надо что понимать об этой удачной, я так понимаю, по крайней мере, для Росатома покупки. Какие масштабы прибыли это дает России, вот этот запас из стратегического металла? И почему же так, что вот Казахстан торгует, да, и продолжает, и продает Росатому? Мы тут ждем санкции против Росатома, а он спокойно, гляньте, по всем секторам и векторам себе работает. По Росатому я многократно писал, именно вот конкретно по урану месторождения Казахстана. Надо, чтобы ваши зрители понимали, Росатом приобрел месторождение Буденовское, которое самое крупное в мире. В прессе можно прочитать, что оно второе в мире. Я был министром энергетики и достаточно неплохо понимаю урановую отрасль. Там запасы такие, что это номер один в мире. И Россия буквально в этом и прошлом году, в прошлом году провела ряд сделок. Эти урановые месторождения в Казахстане были оформлены на их некую канадскую компанию «Ураним-1». И полагая, что будут санкции, Украина как раз оказывала давление, чтобы были применены компании «Росатом» санкции. Этот актив «Ураним-1» был в Казахстане переоформлен на «Росатом». В том числе вот это Буденовское, так называемое, месторождение. Ее рыночная стоимость порядка 16 миллиардов долларов. И она была передана «Росатому» безвозмездно. То есть бюджет страны не получил за нее ничего. Я опять же в своих публикациях писал, что считайте, что это 16 тысяч ракет, которые стоят, допустим, по миллион долларов, сыпятся к вам на голову. Это вот объем финансирования, который организовал президент Казахстана Токаев. Бесплатно это месторождение было передано российским олигархам еще в 16-м году. И затем дополнительные объемы, ее объемы были переданы в 22-м году, в конце 22-го года, в период войны. Из-за этого российские олигархи получили от «Росатома» 1,6 миллиарда долларов. Но бюджет страны, Казахстана, ничего не получил. Если говорить теперь о прибылях, но здесь, видите, сразу сумму трудно назвать, потому что «Росатом» — это, так скажем так, многопрофильная компания. Есть компании, которые в состав нее входят, торгуют необогащенным ураном. Это природный уран, который добывает в Казахстане. Есть компании, которые торгуют обогащенной частью урана. Доль ее на рынке мировом России почти 40%. Есть компании, которые строят атомные станции, обслуживают и так далее. Если все в комплексе посчитать, это многомиллиардная компания, входит в число крупнейших компаний мира, может, даже самые крупные. Там работают сотни тысяч людей. Поэтому вот этот объем урана, который попал в руки «Росатома», он является ключевым. Это обеспечивает жизнеспособность «Росатома», добывать природный уран, его обогащать, продавать на мировые рынки. Ну, 40% — это фактически монополизм мирового рынка. Ну и, в-третьих, это позволяет строить атомные станции. Например, 50% электроэнергии в Венгрии обеспечить атомные станции. Атомные станции в Словении, в Восточной Европе, в Турции сейчас строятся атомные станции. Поэтому это, собственно, все приводит к тому, что у «Росатома» очень серьезное место на мировом рынке. Это серьезное политическое влияние России. Ну и вы же понимаете, что это фактически его продукт позволяет производить ядерные бомбы. Вот те самые бомбы, которые сейчас являются страшной угрозой для всего человечества. Поэтому эта сделка, она, скажем, широко еще не оценена. И да, я знаю, что Украина пыталась наложить санкции на компанию «Росатом». И противник была Франции, которая покупает в России, скажем, природный уран. Также противники были Венгрии и другие страны Восточной Европы. Но на самом деле путь очень простой. Я уже не первый раз, кстати говоря, в вашем эфире говорю, что есть возможность ударить по производству природного урана, таким образом, по сути дела, серьезно ограничив получение этого сырья для России. И если это не сделает сама Украина, сами не организуются. Я уже несколько раз это озвучил, пока я не вижу, чтобы Украина проявила интерес. И не организует сама эти санкции, не убедит своих партнеров, ничего не изменится. Вот, к сожалению, цена ситуации вот такова. Я так понимаю, что и сейчас, когда могут россияне строить новые атомные электростанции, при этом держат в заручниках старые, чужие, даже не их, запорожскую атомную электростанцию, там угроза очередная провокацией постоянно, никуда не девается эта опция из ядерного шантажа Путина. И наш подоляк Михаил, советник руководителя Офиса президента Украины, говорит, что вопрос о том, когда будут санкции против «Росатома», будут ли они вообще, стоят уже вопросом риторическим. И так выглядит, что он прав. Но это только потому, что Украина пытается наложить санкции целым на «Росатом». А это нереальная задача, с учетом интересов Франции и ряда других стран. Но ударить санкциями по сырью, это абсолютно реально. У меня есть четкий план, как это сделать. Так, чтобы ни Франции, ни страны Восточной Европы не возражали. В свою очередь, это нанесет убытки «Росатому» и уменьшит ее возможность влиять на мировые рынки, как это происходит сейчас. Как раз о санкциях детальнее поговорим, о новых частностях. Наша группа санкционная Ермака Макфола увидела первый раз, конечно, много, к сожалению, западных микросхем в дронах, в ракетах. Мы их видим, мы с вами тоже об этом говорили не единожды. И вот так группа Ермака Макфола разрабатывает новый пакет санкций, в частности, против производства дронов в Российской Федерации. Ну и вообще, планируется расширение этой работы в частности. Но, тем не менее, также мы видим и другое, что даже когда вводятся санкции, если их не доработать до конца, то и дальше. И дальше, несмотря на то, что есть эти санкции, можно как-то переоформить компанию, можно продолжать обходить эти санкции и помогать, в частности, российским олигархам и российской экономике обходить санкции. Я сейчас вот о компании Freedom Holdings, например, было проведено расследование компании Heidenberg Research. И вот по данным этого расследования известно, что компания Freedom Holdings продолжает работу с россиянами в обход санкций, несмотря даже на заверения о продаже российского подразделения местному менеджменту. А как это так вообще происходит? Я здесь по поводу Freedom хотел сказать следующее. Владеет им российский предприниматель Турлов. На самом деле, он гражданин России был до июня прошлого года, разгара войны. Затем он поменял гражданство. Это кошелек Нурсултана Назарбаева и, соответственно, и Тукаева. Все эти богатства, миллиарды долларов, понятно, в возрасте 32 лет он стал миллиардером. Это было связано с тем, что он просто кошелек режима Нурсултана Назарбаева. А Украина наложила санкции. Это тот самый случай, когда было сделано все правильно. Этот человек фактически осуществлял сделки с теми лицами, которые попали в санкционные списки. Он продолжает осуществлять сделки по России. Вот то расследование, о котором вы говорите, там озвучивает массу нарушений, которые, по сути, должны преследоваться по закону США. Я думаю, что там сейчас этот процесс пойдет. Но в связи с тем, что на первом этапе были наложены только санкции со стороны Украины, этот человек продолжал оказывать услуги. Банковские карты, услуги казахские выпускали. Соответственно, дали возможность россиянам пользоваться карточками, мастер-карт. То есть оказывать финансовые услуги. Дистанционно можно было эти карты заказывать. Или туризм некий был в Казахстане, который позволял все эти услуги получить. То есть наложили санкции, собственно, на финансовый рынок России. На самом деле, вот такие люди, как Турлов, российский и казахский, так называемый, олигарх, они помогли избежать. Так, Украина наложила санкции, но не дожала. Если его действительно дожать, чтобы санкции были полноценны не только украинские, но в том числе американские и европейские, то вот те самые тысячи порезов, о которых вы говорили, это как раз будет один тот самый случай, когда это приведет к ослаблению режима Путина. Вот это нужно дожать. Это не сделали. Понимаете? В случае, вы вот предыдущие, по-моему, тоже сказали, что в санкционной команде существует Макфола, там давайте мы сделаем простой вывод. Эта группа работает уже давно. Методы, которые применяются, они неэффективные. Почему я говорю неэффективные? Мы говорим, что импорт России восстановился, экспорт своей продукции они разными путями осуществляют. Экономика функционирует, растет. Давайте смотреть факты. Ранее говорилось о том, что все, в России ракеты заканчиваются. Вот они сейчас производят 45 ракет. Сейчас вот эти комплектующие не будут поставляться, и все в хана, что называется. По июлю месяце Россия производит не 45 ракет, а уже 100. И будет производить больше. Значит, нужно какие выводы сделать? Что все действия, которые делались ранее, они неэффективны. И сейчас они могут заседать с утра до вечера. Ничего не поможет. Вот Зеленский подписал указ, наложили санкции на две казахские компании, которые сотрудничали с Россией. Не помогает. Американцы объявили санкции узбекским компаниям. Один и тот же владелец, просто разные компании. Не помогает. В Кыргызстане наложили, заблокировали четыре кыргызские компании. На самом деле их создали россияне. В период войны не помогает. Но печально, что вот эти все группы Макхола и ваши там украинские представители работают. Они продолжают, что называется, трудиться, не покладая рук. А это бесполезно. А почему бесполезно? Потому что они пошли не тем путем и продолжают идти. Понимаете, надо просто признаться в себе, что эти методы старые не помогают. Эти методы испытывались в Иране. При этом иранская экономика росла в год 4-7%. Сейчас то же самое делается против России. Количество ракет, наоборот, которые падают в Украину, увеличилось. Ну тогда надо просто влевнуться назад и сказать, значит, мы не так делаем. А что нужно делать? Бить по тем, кто организовывает такие поставки. Сейчас мы говорим, что главные игроки, это в Центральной Азии, это факт, это Казахстан. Потому что Казахстан географически примыкает к Китаю второй экономике мира. И оттуда идут поставки сквозные через Казахстан. И из Кыргызстана, и из Узбекистана. Если эту страну не ограничить, не обложить, не ударить персонально по тем людям, в частности, по президенту страны, это просто бесполезные действия, которые вот группа Мактола делает. Бесполезные. Просто оглядываясь назад, больше года прошло войны. Слушайте, в конце концов, надо же делать выводы. Сколько можно отчитываться, говорить, мы обнаружили, мы сейчас еще поработаем. Бесполезно. Это не помогает. Тем более, что опять мы видим, у нас уже можно в рамках наших интервью сделать отдельную рубрику, как военная техника курсирует из Китая через Казахстан. И просто по Казахстану курсирует. Вот вы тоже выкладывали, что буквально 15 августа, пару дней назад, очередная военная техника в Западном Казахстане. Мы уже тоже говорили о том, что это происходит. Куда она перемещается, тоже, наверное, понятно. По самому Казахстану Министерство обороны говорило, что тоже будет перемещаться военная техника, как будто бы учебно-боевые задачи. Но, как вы, Мухтар, пишете, зачем тогда учебную технику прикрывать тентом? Что оно едет без конца? Да, ну посмотрите, я... То есть все здравомыслящие люди уже получили такое количество информации, это я имею в виду и американцев, и ваше политическое руководство. Что называется, каждый понимает, что военная техника двигается. Масса информации говорится о финансах, помощи, обеспечении жизнеспособности российской экономики. Мы все это понимаем. Вот, и самое интересное, существует тот тезис, он удивительно, скажем, беспомощный. Ну, например, я так и слышу слова и на Западе, и в Украине, когда говорится, что мы не хотим портить отношения с Казахстаном, мы используем дипломатические приемы, мы оказываем давление. Не помогает. Ну, давайте посмотрим на баланс взаимоотношений Украины с Казахстаном. Торговый баланс, считайте, ноль. По прошлому году был порядка 500 миллионов долларов, это в основном не было, сейчас этого нет. То есть там, считайте, торговли нет. Чем, почему Украина вдруг боится, в том числе и Запад, что Казахстан перебежит в Россию, где она уже там сейчас и была всегда. Единый таможенный союз, Евразийский союз, военный союз, воздушные пространства, все контролирует Россию. Она уже давно там. Ну, чем это грозит Украине? То есть получается так, Путин бьет Украину, заваливает бомбами, а там стоит рядом Казахстан в лице Тукаева, подносит, что называется, патроны бомбы, а Украина так беспомощно говорит, не, Путин не хороший, мы его будем мать, конечно, мы его выгоним, а Тукаев, ну, мы не хотим с ним портать отношения. Ну, это вообще смешно, то есть избивает, помогает, подносит палки, патроны, и все прочее, а нам мы не хотим портить с ним отношения. Торговых отношений никаких нет. У Казахстана нет армии, которая бы могла усилить армию России. Деньги, ресурс у России достаточно, но Казахстан делает главное, помогает России. И так. И при этом я слышу, что Украина якобы боится испорта отношений. Это увидеть где-то тень, и она переместилась на полметра вбок, мы эту тень начинаем бояться и пугаться. Чего бояться? Это враг. Я имею в виду политический руководство страны, не страна. Граждан страны против. Но сейчас ситуация такова, что репрессивный механизм не позволяет гражданам выразить свой протест, собственно, как и России. А раз политическое руководство является врагами Украины, то нужно бить именно по политическому руководству. Они гонятся за фирмами-однодневками, за воздухом. Вот как в случае с Фридом. Сделали санкции, отлично. Но теперь нужно дожать, чтобы они были международные, и чтобы эта деятельность была парализована. Когда будут нанесены удары по политической верхушке, именно персональные, я не говорю, что нужно блокировать, не ограничивать какие-то поставки. Нет. Ударить нужно по политической верхушке. Тогда географически Казахстан выпадает из этой оси зла. Китай не будет иметь возможности использовать Казахстан для транзита любой техники, военной, гражданской и так далее, в том числе и государства Центральной Азии. И тогда это будет пример. Сейчас, скажем так, международные дипломатии, в том числе США и Европы, они рассуждают так. Есть Венская конвенция, дипломаты, иммунитет президентов, что якобы мы еще за руку не схватили, когда эти страны, в частности Казахстан, поставляют прямо военную технику. Мы видим, что это двигается, но за руку не можем схватить. Слушайте, ясно, что эти потоки помогают жизнеспособности Украины. Мы все видим, где находится господин Токаев. И это, по сути, наносит ужасающий вред Украине. Гибнут люди. И в этом моменте, в этом случае, если сама Украина не предпримет решительные действия, во-первых, сама не объявят эти санкции, во-вторых, не начнет активно убеждать своих партнеров, ничего, к сожалению, не изменится. Каждые полгода будет собираться, квалифицировать. Ах, он такой нехороший. И все. Время уже истекло. Люди гибнут. И вы преодолеваете, Украина, сопротивление, мины и все прочее, только потому, что ряд стран помогает обороноспособности, военной способности России. И мы будем об этом говорить, анализировать, и, я думаю, что мотивировать, в частности, к действиям и западных партнеров. И, ну, думаю, наша власть уверенно действует, просто, возможно, не так, не так бы в том ритме, в котором, возможно, что-то сдержит, мы об этом не знаем, но, тем не менее, это надо проговаривать и понимать, что действительно, и тем более, вот такие режимы, как действительно вы говорите, репрессивные, мы же и боремся как раз против того, чтобы не было таких режимов и чтобы никому неповадно было содействовать, сотрудничать, потакать агрессору и вставать таким же агрессором. Поэтому это тоже и идеологически должно быть целью. Спасибо вам большое, Мухтар, за сегодняшний разговор интереснейший. Благодарю вас, что находите время. Всего доброго. Спасибо, Ирина. Мухтар Аблязов, казахстанский предприниматель и политик. С ним была я, Ирина Услова. Друзья, спасибо, что смотрели. Темы непростые, но, как видите, от этого и зависит, как двигается ход российско-украинской войны и наше с вами будущее. Поставьте лайк, пожалуйста, если вам понравилось. Подписывайтесь на YouTube 24, а также на YouTube Мухтара Аблязова. Так его можно найти очень легко и просто. И там также можете найти разные интервью и анализ происходящего в мире экономики, политики и дипломатии. Спасибо, что вы с нами. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Победим!